Люди старшего возраста, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают вести активный образ жизни. Занимаются творчеством, волонтерством, спортом и наставничеством. В подтверждение тому лекция – роль здорового образа жизни в укреплении и сохранении здоровья граждан разных возрастных групп, которую они организовали со студентами Брестского государственного университета имени Пушкина накануне Всемирного дня здоровья. Лекция будет проходить таким образом. Я буду освещать, допустим, те вопросы, там их пять будет. Буду освещать вопросы и по ходу лекции буду стараться, чтобы студенты участвовали именно вместе со мной. То есть задавали вопросы, по мере возможности я, конечно, буду отвечать, а может быть студенты еще и будут сами дополнять вот этот лекционный материал. Материал, конечно, подобранный, очень интересный. Вопросы лекции действительно самые разнообразные. Это и обсуждение инклюзивного образования в области физической культуры и здорового образа жизни в повседневной трудовой деятельности человека, и фитотерапия как средство, направленное на укрепление здоровья и работоспособности. Об одной из этих тем рассказала Лариса Плеханова, выпускница университета имени Пушкина. Она внесла весомый вклад в разработку методик и программ, направленных на оздоровление граждан разных возрастных групп средствами физической культуры. После выхода на заслуженный отдых я стала членом Брестской областной общественной организации, Белорусского общественного объединения ветераны физической культуры и спорта. С этого момента стала уделять особое внимание разработке методик, направленных на оздоровление граждан пожилого возраста. В Республике Белоруссии по статистике более двух миллионов граждан пенсионного возраста, которые в большинстве случаев мало привлекаются к регулярным занятиям физической культуры. А оздоровительная физическая культура для таких лиц должна иметь щадящий характер. В числе приглашенных гостей Анатолий Новицкий – заслуженный тренер Республики Беларусь, судья национальной категории по лёгкой атлетике. За годы его трудовой деятельности на разных должностях были возведены культурно-оздоровительные центры по физической культуре, в том числе легкоатлетический манеж – Брестский областной центр Олимпийского резерва по водным видам спорта – Ледовый дворец «Грибной канал». Именно он рассказал юношам и девушкам, что сегодня, благодаря спортивным комплексам, которые находятся в Бресте, у них есть возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Вся спортивная база тогда находилась на промышленных предприятиях и учебных заведениях. И только в 90-е годы, когда Республика Беларусь стала самостоятельной страной, суверенной и независимой, только тогда началось строительство больших, крупных спортивных объектов для и большого спорта, и для занятия массовой физической культурой и спорта для населения. Сегодня для нашей молодёжи, для тех, кто хочет заниматься и массовой физической культурой, и спортом высшего достижения, профессиональным спортом, созданы прекрасные условия. Сегодня не зря в городе Бресте, не зря город Брест сегодня называют спортивной столицей Республики Беларусь. Открытая лекция прошла быстро и легко. И самое главное, что юноши и девушки поняли, что здоровье человека бесценно и его надо беречь с молодым. В преддверии Всемирного дня здоровья для нас организовали мероприятие, посвященное этому празднику. Мы уже познакомились со спортивной базой нашего университета. Это плавательный бассейн, зал для спортивных игр, зал гимнастики, зал фитнеса. Также мы почувствовали активное привлечение нас, студентов, к различным спортивным массам и физкультурно-здоровительным мероприятиям. Все эти условия направлены на то, чтобы мы были здоровы и физически развиты. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.